Братцы, но перед тем, как мы с вами посмотрим на сравнение новых колес в Американ Тракт Симулятор, я рекомендую вам перейти по ссылке в описании и подписаться на добрый и очень атмосферный канал под очень интересным названием Тигр Вод. На этом канале вы найдете старый и добрый Евротрак Симулятор 2, тот же Американ Тракт Симулятор и даже Фарминг Симулятор. Канал не так давно открылся и сейчас он активно ищет свой путь, активно набирает подписчиков и активно на нем выходят очень интересные ролики. Друзья, советую перейти по ссылке в описании, подписаться и поддержать молодого парня. Ну а теперь, друзья, погнали посмотрим, есть ли действительно разница с шоссейными колесами и внедорожными. Поехали! Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре Американ Тракт Симулятор. Блин, такой красивый кадр, прям на самом деле, будто из реальной жизни. В общем, друзья, вышло у нас на канале не так давно видео, в котором я на самом деле так достаточно сильно побомбил. Но, в принципе, мои бомбежки где-то были основательными, где-то были безосновательными. То есть каждый для себя понял это видео по-своему. Но вот мое отношение именно к этому обновлению было такое, что, в принципе, как бы за 4 года, уже с 16-го года существует вот этот вилтюнинг пак. За 4 года можно было бы действительно что-то поинтереснее придумать, нежели чем просто добавить еще одну модель резины, да, Dynamics, которая здесь называется, просто с внедорожным протектором. Также была моя бомбежка связана с тем, что на тот же самый Mac нельзя эту резину поставить на передок, да, на рулежную вот эту, на рулевую ось. Оказывается, можно. Там есть специальный диск, оказывается, добавляется к каждому варианту, который имеет приписку Wide, то есть широкий. Но, что лично меня сбило с понтолыку, то, что сзади, на задней тележке тоже есть вот эти диски Wide, и если их ставить, то у нас появляется суперсингл, то есть огромная такая одна широкая у нас появляется резина, соответственно, которая натягивается на такой же ультраширокий диск. И спереди я бы даже и подумать ни на самом деле не мог, что спереди надо поменять диск для того, чтобы поставить эту резину. Почему? Потому что на той же задней тележке эту внедорожную резину можно поставить на точно такие же диски, которые стоят спереди. То есть они точно такие же по ширине. То есть вот смотрите, что мы на это колесо смотрим, что, допустим, на вот это, да, на одно. Давайте даже свободной камерой я подлечу, чтобы как-то более-менее это было понятно, да. То есть вот они абсолютно одинаковые по ширине, и почему-то на заднюю тележку можно поставить эту резину. А чтобы ее поставить вперед, надо поставить широкий диск. То есть для меня это как бы странным немножко показалось, и вот на этом именно мой бомбеж весь был основан. Но вот да, почитав комментарии, где вы меня там научили всему, конечно же, как нужно жить, как говорится. Ну и в принципе, да, как бы я признаю, что возможно где-то просто я вот не так понял замысел всего этого дела. Что мы, ребята, сегодня с вами будем делать? Сегодня мы с вами будем проверять эту резину в действии. То есть я взял МАК, тот же самый, да, и, соответственно, поставил на него обычную шоссейную резину. Взял вот такой замечательный груз, он у нас весом 48 с половиной тысяч фунтов. И что мы с вами сегодня, ребята, будем делать? Мы с вами находимся где? Мы с вами находимся на севере Айдаха, город Сэндпоинт. Здесь есть вот такая интересная дорога. Она грунтовая, и она немножечко в подъем. И я решил проверить, а действительно ли эта внедорожная резина работает, отличается ли она как-то своими характеристиками от шоссейки. То есть мы сейчас на шоссейной резине с этим же прицепом попробуем заехать в эту горку. Потом я отправлюсь в сервис, поменяю это все дело на внедорожную резину и попробую с теми же самыми условиями, с тем же самым грузом, все то же самое у нас будет, заехать в эту горку еще раз. И посмотреть, есть ли какая-то разница в поведении автомобиля или нет, или же действительно, да, это нужно. То есть если мы будем с вами перевозить вот такие негабариты какие-то в какие-то труднодоступные места штатов, да, то да, эту резину определенно нужно будет ставить. А также мы проверим, работает это или нет. Короче, что мы делаем? Мы запускаем наш замечательный МАК. Давайте выбернем руль, поставим его прямо. Так, обязательно, я думаю, нам стоит переключиться в секвентальную коробку передач. Давайте мы, наверное, с третьей сразу отправимся в путь, я думаю, чтобы у нас все было хорошо. Да, с третьей передачи он тянет, можно даже сразу через две перескочить. И постепенно мы сейчас с вами будем заезжать в эту замечательную горку. Давайте шестую поставим. Ну, в принципе, у нас двигатель-то стоит самый мощный. Все, газ у нас пошел в пол. Седьмую передачу я, наверное, могу уже подключить, в принципе. Да, на седьмую передачу мы идем. Пока вообще вот разницы никакой нет. Единственное, только что ощущается, немножечко, ну, потряхивает от того, что как бы дорога у нас такая. Так, пробуксовочки пошли, я вижу, обороты плавают. Давайте одну передачку вниз дадим, а то машинке тяжело, можно еще одну. И вот в таком же ровно темпе мы постараемся проехать эту дорогу уже на внедорожной резине. И посмотрим, быстрее ли он будет ехать или нет. То есть она же как типа более зацепистая считается, да, и в принципе здесь машина должна пройти без проблем. Плюс она еще под такой небольшой у нас наклончик идет, да, и в принципе я не скажу, что я как-то страдаю, да. То есть вообще никаких просто-напросто нет проблем. Я совершенно спокойно еду. Один раз там где-то что-то буксануло, но мне кажется, из-за того, что просто машина сыграла и груз еще, масса груза сыграла свою роль. А так вообще не проблема. У меня не заваливается стрелка тахометра вправо. То есть у меня ничего ровным счетом не происходит. У меня машина не буксует. Я на полном газу на шестой передаче спокойненько забираюсь в горку. То есть проблем никаких. Машину не болтает, не шатает. Разницы нет никакой. Мне уже интересно прям на самом деле будет ее проверить на непосредственно внедорожье. Не понижаем передачу. Идем также на шестой. И смотрим, будет шлифовать она у нас или нет. Обороты плавают. Оп, подбуксануло немножечко. Ну и здесь у нас уже, соответственно, будет все поровну. И как вы видите, ребята, вообще беспроблемно я сюда заехал. Абсолютно без проблем. Никаких вообще проблем у меня не было с тем, чтобы преодолеть эту точку. И, ну это я уже ударился там чем-то юбкой, скорее всего. То есть я беспроблемно совершенно добрался до этого места назначения. Да, были у нас, конечно, там некоторые проблемы. Где-то там мы чуть-чуть подбуксанули. Но мне кажется, это вот исключительно было все из-за того, что просто у нас машина шатается, груз шатается. И, соответственно, нас у всех начинает подряд заламывать. Сейчас, ребята, я отправляюсь в автосервис. Меняю резину на внедорожную. И мы с вами отправляемся по этому же маршруту с теми же самыми условиями еще раз. Итак, братцы, ну что ж, поменял я резину. И, в общем-то, основной затык-то у меня почему возник. Смотрите, у нас абсолютно тот же самый диск. Он абсолютно точно такой же, но он имеет приписку Wipe. Я искренне здесь не понимаю разработчиков, почему бы не добавить на это место Heavy Duty диск. Это специальный диск, который приспособлен для этой резины. Я не понимаю, почему они на вот этот диск, который мы сейчас с вами видим, да, обычный, который под обычную шоссейную резину, почему они сюда натягивают вот это. Не понимаю, видим, да, насколько у нас широкое переднее колесо. Но сзади, как я и говорил, у нас просто вот она. Обычная, совершенно абсолютно обычная резина. Обычной ширины. То же самое, что до этого у нас стояло спереди. Здесь внедорожная есть. А почему-то на обычном... Короче, вот я не понимаю просто этой логики. Может, просто я не знаю чего-то там, да, как всегда, как обычно. Эксперты сейчас меня научат в комментариях. Итак, запускаем двигатель. Переходим также в режим ручной коробки передач. Давайте мы, наверное, что, сразу, я думаю, включим четвертую передачу. Она без проблем, машина это вытянет. Тяговитый мотор, тяговитая коробочка. У нас мосты нормальные. Ну и поехали. Так, давай сразу шестую. Нужно даже седьмую. Ровно так же идет. Абсолютно. Разницы вообще никакой нет. Так же болтает, так же шатает. Так же она в этом месте обороты немножечко вверх кинула. Давай скинем на передачу вниз. И на шестой просто поедем в Газпалас. Так же буксануло. Разницы вообще никакой нет. Абсолютно. Я не понимаю, в чем здесь разница. Еду с точно такой же скоростью. 16 км в час. Полторы тысячи оборотов в минуту. Шестая передача. Вообще разницы нет. И не поменялась она. Абсолютно не поменялась. Это не сноураннер, где действительно можно поменять резину. И машина будет ехать абсолютно по-другому. Здесь то же самое. Все, разницы вообще никакой нет. Это просто визуальщина. Единственное, что знаете, может быть разница в чем. Здесь, когда я ехал на шоссейке, у меня оборотов было 1200. Здесь 1400-1600. Вот она падает опять. По оборотам можно вот немножечко смотреть, да? Оп, упала. Оп. По-моему, в принципе, то же самое держит. Те же 1400, 15 км в час. Шестая передача. Мы беспроблемно заезжаем. Разницы вообще никакой нет. Абсолютно. Просто абсолютно никакой разницы нет. Не знаю, ребята, кто говорил там, писал в комментариях, что возможно, да, там ему показалось как-то, да, что действительно машина там стала ехать немножечко, так скажем, по-другому, да, и стало это все иначе ощущаться. Но, ребята, вот мы проехали в одинаковых условиях. Вот разницы нет абсолютно никакой. Вообще никакой. Единственное по визуальщине у нас что стало? Морда машины стала чуть-чуть повыше. Чуть-чуть. Это вы заметите, когда будете менять вот эти колеса туда-сюда. Просто даже хотя бы меняя диски со стандартом на широкий. Потому что, когда вы ставите передний широкий, у вас автоматически применяется вот эта высокая широкая резина. Просто поменяйте быстро туда-сюда, туда-сюда. И вы вот эту разницу увидите. Там прям вот на несколько-несколько миллиметров машина просто чуть-чуть приподнимается. И именно поэтому, скорее всего, мы вот этими аэродинамическими элементами, которые снизу пластмасски висят, мы на первом подъеме ничего не задели. Чуть-чуть. Вот все. Эта вся разница больше не меняется ровным счетом ничего. Ребята, вот такие выводы. Опять же, конечные выводы делать только вам. То есть, напишите в комментариях, да. Может, вы где-то нашли подъем порещи, поострее. И у вас вот это все получилось сделать, да. То есть, и вы действительно все вот это поняли, в чем разница. Напишите об этом в комментариях. Я обязательно приму это к сведению. На этом, ребята, все. Вот такие выводы. Опять же, по-прежнему не понимаю, для чего эта резина была добавлена. Ребят, на этом все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, пожалуйста, поставить ему лайк. Подписаться на канал. На самом деле, Алексей. Желаю всем хорошего настроения. Всем огромной удачи. Пока. Еще увидимся.